думали прямо сейчас начнется просмотр сейчас я вам расскажу об еще одном интересном анонс друзья 31 мая в санкт-петербурге на большом самсоневском проспекте 45 планете спорт мои партнеры red fox пройдет встреча со мной на этой встрече я расскажу как стать известным путешественником всего лишь за несколько лет от обычного офисного сотрудника до известного российского путешественника буду рад всех видеть уверен будут какие-то приятные бонусы от red fox и что-нибудь интересное обязательно разыграя поэтому приходите под видео будет ссылочка регистрируйтесь будет интересно всех жду 31 мая большой самсоневский проспект санкт-петербург будет интересно а сейчас давайте посмотрим о том как мы путешествовали по казахстану погнали да в общем на дворе у нас пол девятого утра мы в семь часов проснулись восемь часов мы уже позавтракали сейчас у нас идет полностью сбор нашего лагеря у нас каждый ответственный за что-то ребята ответственны за то что складывают палатку есть ребята которые ответственны за то что собирают стол и мы вызвались собрать весь мусор упаковать его вот там вот он весь мусор то есть мы полностью ответственны за это кто-то ответственны за то что складывает казан моем мы посуду по очереди дежурство у нас по кухне вот поэтому все нормально все распределено все очень быстро три часа от момента подъема до момента старта бойка в роднике нет ничего лучше чтобы помыть окна чтобы съемка для вас было через чистенькие окошечки теперь боковое окно смотрите какое чистое все для вас придумал то что главный мойщик колымский а и и и и и и В общем, в этих степях нам встречаются верблюды очень часто, чаще, чем сотрудники ГАИ. Я в какой-то момент начинаю задумываться, а в Казахстане ли мы не? Потому что обычно наоборот. А вот такое в пустыне просто норма, тут, как я понимаю, кого-то съели, говорится, обглотали за милую душу, просто скелет, тут везде кости разбросаны, вот, собственно, грудные сами кости. Собственно, вот так вот это все выглядит, поэтому, ну, мало приятного. В общем, добрались мы колонны до круглых камней, которые здесь были сформированы еще в те времена, когда здесь было дно морское. Это отдельная история о том, как они формировались. Кто знает, тоже может написать в комментариях, будет интересно. В общем, вот они у нас здесь по кругу везде есть абсолютно разных форм, но в большинстве случаев встречается очень много круглых. Они вот, мы можем смотреть, да, и в той части, и там, и здесь начинаются, и вот полностью туда на склон. То есть от маленьких можно найти до очень больших. В общем, говорят, что здесь находят и зубы акулы, и панцири черепах, и, в общем, все, что связано с морем. Потому что, напомню, что здесь раньше было морское дно. Сейчас пройдем, попробуем найти маленький кругленький шарик. Главное, не перепутать его с козьей или с верблюжьей какашкой. Они тоже кругленькие, их тут тоже очень много. Ваши ставки. Толкнем только камень. Тяжелый. Вон тот вот. Здесь вероятность, что можно тот толкнуть. Сейчас попробуем его скатить. Слабоват, друзья, я слабоват для этих дел. Главное, попробую. В общем, в кроссовках технология Гортех. Воздуха даже в степени хватает, когда я снял кроссовки. Пока умирает Влад, я продолжу рассказывать вам о том, как важно проветривать ноги. Не, на самом деле вообще кайф. Пока все отдыхают, быстренько снял кроссовки. Ноги просто говорят спасибо. Влад, правда, в этот момент не говорит спасибо. А в остальном все очень круто. У меня хорошую дорогу в Казахстане. На самом деле, это редкость в Казахстане. По крайней мере, если брать восточный Казахстан, там практически нет. А здесь в западном, ну, от границы тоже дорог нет. Но вот тут вот сами можете посмотреть. Вот в районе Мангистау хорошие дороги. Что от Байнео мы ехали, что здесь. Поэтому очень даже ничего себе дороги. Сейчас, да, заехали в Меловые, я бы назвал их, да, Меловые горы. Вот Мангистау. Едем прям вот по навигатору в сторону Каспийского моря. Сейчас двигаем по такому типа, как каньону. Мы не слышали, о чем Женя говорил с Сергеем. В общем, это каньон, русло реки. Когда здесь полно дождей, то здесь течет вода. А сейчас здесь просто вот такое место. Которому можно немножко потопать. КОНЕЦ В общем, если вы помните, в предыдущих сериях у нас были разные высоты. Практически под 5000 мы забирались на машины. Сейчас мы приехали сюда, к Каспийскому морю со стороны Казахстана. И что вы думаете, какая высота? Минус 7. Как погода в Магадане сейчас. Ну, такие вот дела. Представляете, да, с 5000 в минус 7. Нормально у нас. Организм вообще, наверное, говорит, ребята, вы вообще красавчики, конечно. В общем, недолго мы ехали, и в результате у Кости на 200-ке порезалось колесо. Напоминаю, что это те же самые штатные шины Dunlop, про которые я уже говорил. Способ, как быстро спустить колесо в диких условиях. Нужен сильный палец и буквально вот. Видели, да, видели, какой ситуация? Это подорожник. В общем, какая проблема? Когда едешь по полям, где очень много травы, трава набивается в днище, где выпускной коллектор, труба и раскаленные от жары и от тепла двигателя металл, да, как бы детализатор, воспламеняют эту траву и машины просто как спички все сгорают. Это было уже не один раз, не с одной машиной. Очень сильно этим любят отличиться. Вранглеры, это вообще отдельная история. Ну и УАЗы. Я думаю, не знаю, как он что-то в Тойот. Сейчас заглянем под днище, проверим, что у нас там. У нас только вот здесь немножко полыни, но это не то. Остальное все нормально. Главный совет не ехать быстро по такой траве. Потому что ты ее кладешь, а если ее быстро срубают, вот тогда она набирается. Я понял. Ну, вроде у нас все норм. Сейчас запилим фоточки и будем что? Будем спускаться с вот этого спуска туда вниз в долину. Я думаю, что сейчас будет вообще весело и крутые кадры. Погнали! В общем, едем по-прежнему. Тут дорога уже выровнилась. Основной спуск вот там сзади ребята едут. В общем, прикольно. Прикольно. Спасибо Жене Шаталову, что устроил вам такой оффроуд в конце нашего азиатского путешествия. В западном Казахстане действительно есть что посмотреть. Женя, ребят попросил из кадра подвинуться. Они все отошли подальше. Так что, в принципе, ты можешь делать общий план. Все норм. Все норм. Вообще отлично. В общем, дорога хорошая. Немножко нас затянуло, конечно, здесь. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, Жене очень понравилась система Crawl Control и система помощи спуска с горы. Едет на ней, кайфует. Говорит, что вообще великолепная тема. Я тоже очень люблю ее, но сейчас решил спуститься в режиме ручном, потому что просто покайфовать. Ну, когда еще по такой красоте, по такому бездорожью ты погоняешь? Очень круто. А система просто великолепна. Что в подъеме, что в спуске. Я считаю, что это просто замечательная тема. В общем, только что проехали. И вот этот замечательный спуск с этой горы. Что могу сказать? Все очень круто. Машины, как всегда, показали себя просто великолепно. Костя съехал на своей. Женя использовал систему Crown Control и помощь спуска с горы. Все очень круто. И наш крузак вообще, как всегда, надежен и неприхотлив. Мы справились с этой темой просто на 5 баллов. Наш оффроуд закончен. Сейчас едем к морю. Там будет пирс, там можно будет покупаться. И после этого мы едем в мечеть подземную, которая находится в скале или где-то под землей. И я думаю, что там, наверное, где-то в этом месте и за ночью. Наше путешествие по Западному Казахстану продолжается. Погнали. Впереди еще много интересного. Так, ну что, мы продолжаем петь оду великой АТ-резине от Dunlap. Надеюсь, на этом наша песня закончится, и мы спокойно дойдем до дома. Потому что это в нашем путешествии это уже третье колесо. А вообще, вот за последние месяцы это уже четвертое колесо Dunlap, которое ушло к праотцам. Ну что, хочу передать пламенный привет отсюда, с Мангистау. Мангистау мы? Мангистау, Мангистау. Прямо из Мангистау, из Казахстана передаю пламенный привет компании Dunlap. Ребята, не делайте так больше. Ну ладно, ладно, хороший, да не переживай. На самом деле, вера и правда мне отслужила. Больше 15 тысяч. Спасибо. Так, ну что, второй день на Мангистау подходит к концу. Еще не закончился, но уже резюмируя, резюмируя именно вот на сегодняшний момент, да, на пол шестого вечера, что у нас есть. Два пробитых колеса, одно колесо у Кости на двухсотке, одно у меня. По итогу на 3 Land Cruiser у нас сейчас одна запаска. Едем дальше. Разрезанных, я бы так бы сказал. Причем мы особо там не гоняем, ничего, но вот веселье очень своеобразно. Поэтому едем сейчас аккуратно, чтобы, как говорится, не испытывать никого. Вот, такие дела. Хотя духом кормили, наверное, мало. Или не тем. Наверное, где-то. Я кормил там засоронение. В общем, охранник разрешил нам заехать на территорию пирса. Сейчас подъезжаем к морю. Ну что, я думаю, что, наверное, скупаемся, если вода хорошая. Вопрос только потом, будем все соленые, обмыться будет негде. Но эту ночь придется нам, как говорится, солененькими быть. В общем, сейчас посмотрим, что там, как вода. Если вода норма, то надо нырять. Если вода не норма, то хотя бы ручкой помочить, как говорится. И ехать уже лагерь разбивать. Уже темно, скоро будет. Что, как с водой? Неоднозначно? Да. В общем, сейчас попробуем. Все, как водичка? Стоит она там или не стоит она там? У меня уже сводит ноги. Да? Сейчас определимся. Не, ну в принципе норм. Относительно нормально, но что, море? Да, солененькое оно? Ай, морем как пахнет, а? В общем, у меня есть хорошая отмазка. Я не пошел не потому, что я ссыканул там. Просто Женя меня вовремя остановил. Я уже Русь. Он говорит, подожди, говорит. Сейчас приедем в Актау. Там будет гостиница. Нормально сходишь в душ. Я говорю, ну ладно, раз что, старшие советуют, надо же прислушиваться. Поэтому сегодня не пойду. А так вообще, как бы я не боюсь, но все хорошо. Я не, нормально все. Владик, давай. От лица всей нашей команды. Береги копчик, брат. Рабочей стороной давай, ну. Прикольно. Напишите в комментариях, что вы думаете, ссыканул я или не ссыканул. Ставьте лайк, если вы считаете, что я ссыканул. От лица всей нашей команды выражаю тебе благодарность. Ты красавчик. Единственное, я попрошу тебя убрать свои мокрые трусы с панели. Потому что они не выражают благодарность нашей команде. В прошлых сериях, как бы ты говорил, что сушить надо там. Сушить трусы сухие и подсушивать, но не мокрые текущие. Разные вещи, брат. Так и живем. Уже больше месяца. Кстати, к вопросу о мухах. На нашем двухсотике, если вы увидите, абсолютно ноздри радиаторов не защищены ничем. Здесь Костя вот сделал решеточку. И на нижнюю, и на верхнюю. Очень хорошо. И причем, видите, уже собирает всякую шнягу и крупных насекомых. И траву. В общем, все-все-все, чтобы не забивать сот радиаторов. Поэтому удобная штука. И эстетически, кстати, выглядит очень даже ничего. Как будто бы такой Black Executive. В общем, сейчас идем в какую-то мечеть, которая находится недалеко вот от кладбища, от исламского. Говорят, намольное место. Посмотрим. Но со стороны выглядит очень интересно. Что-то подобное есть в Грузии, в Турции. То есть такие вот каменные храмы, каменные какие-то вещи. Сейчас гляньте. Сейчас гляньте. В общем, подземная мечеть. Сейчас дойдем, посмотрим, что там. Да, ракушник под ногами, конечно, вообще просто изумительный. Абсолютно натуральный материал. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ребят, ну что, куча, смотрите, надписей, в общем, пришли сюда, напоминаю, что здесь могут быть змеи, как нам сказали, под коврами, везде, нужно быть аккуратным, первое правило бойцовского клуба, не рассказывай никому про бойцовский клуб, так, что-то я один фонарик тоже не могу найти, ты, я его, наверное, там, да, налог наставил? Так, я спросил, ты все взял? Ага, ты взял? Да! Давай! Сейчас! В общем, мы читим традиции. Ага, как бы вот... Здесь, например, 9-й и 10-й века. Обратите внимание, каждая колода имеет разную форму. Здесь вот, наверное, молильная какая-то, да, непосредственно с вами? Вот молильная, вот там керрики. Ага. В каждой отдельно, да? Ну, вот там, здесь две керрики. В общем, ребят, вот так вот выглядят молильни, смотрите. Абсолютно вот, тут зажигаются, как я понимаю, свечи. И примерно вот так вот они выглядят за этими. Молильные камеры. Сделал в солончаке намоленные места. И здесь, мне кажется, все как-то энергетически. Очень даже ничего. Сейчас немножко усяду здесь. И попробую энергетически, что ли, прочувствовать это место. Очень я попросил за всех людей, чтобы у всех все было хорошо. И надеюсь, что энергия этого места, непростое слово, как бы, действительно станет хотя бы на чуть-чуточку лучше всем. И вам, и вашим близким, и родным. Погнали дальше. Посмотрим на мечети. Аллаху Акфар, Аллаху Акфар. Ашхаду анна, Мухаммад, Расуллах. В общем вышли мы сейчас из мечети и сидим напротив места. Сейчас поверну камеру, покажу какого. И вот как раз в таких местах очень хорошо подумать и порассуждать вообще над смыслом жизни, над тем какая она скоротечная, над тем где мы все, по крайней мере наши бренные тела окажутся. Это конечно минутка не позитивная, но минутка такая, знаете, правильная. Вот такой вид у нас впереди. Кто-то прожил год, кто-то пару месяцев, кто-то сто лет, неизвестно кто сколько прожил. Поэтому живите свой каждый год максимально по полной программе и делайте благие дела, чтобы потом не вам, не вашим близким не было не то что стыдно, а наоборот было гордо за вас, за то что вы не зря прожили эту жизнь. Я думаю это правильно. В общем пообщались мы еще с этим мужчиной дальше, который сейчас пришел и делал там намаз. Он рассказал, что это место было еще основано до того, когда сюда пришел ислам. Это было языческое место и место в переводе с древнего языка означало кладбище знаний. В общем здесь обучали ученики своих учеников, передавали им сокральные знания о мире, я думаю нравственности. В общем вообще передавали им знания и готовили их к духовной, к светлой, к настоящей жизни. Потом, позже, когда эти места приняли ислам, здесь образовалась мечеть, потому что место было уже намолено, считалось энергетическим, местом силы и местом передачи знаний. И сейчас здесь вот такая вот мечеть. В общем приехали, сейчас разбиваем лагерь, приготовим покушать. Пока будут готовить покушать мы обломимся каким-нибудь дошираком, потому что без обеда было тяжело, признаюсь честно. Люди-то подготовленные, мы-то помните как привыкли, завтрак, обед и ужин. Поэтому сейчас мы сделаем обед, а через час у нас будет ужин. Вот так. А сейчас пока разбиваем общий лагерь. Погнали. В лагере все равны, причем не просто равны, а равны как на подбор. Мы и машину водим, и поснимать можем, и картошку почистить, и покушать. Поэтому в походах равны все, и это хорошо. В общем мы сейчас покушали, вообще от души наелись. Но это как бы не самое главное в нашем сегодняшнем вечере. Вы видели до этого мечеть, в которой мы были днем. В общем мечеть находится на самом деле вот там, вот вход в подземную часть мечети. И сейчас мы приняли решение переночевать в этой мечети. Особо, скажем так, стойки спят вот у себя в машинах и в палатке, а особо отмороженные пойдут ночевать в эту мечеть. Напомню, мечеть 10 века с видом на шикарное старинное кладбище. Вот, в общем у нас тут фотограф и видеограф. Один тянет резину, а второй не может дождаться. Первые идут туда. Я думаю, что мы придем и не увидим там картину, которая была. Ви, то есть вот этот Грук и все дела. Седой оператор. Наутро шакалы. Седой оператор наутро, да. Да, но на самом деле это еще не все. И пришли шакалы. Это я сейчас, ну не про людей, которые могли бы прийти. Пришли настоящие шакалы, которые воют в округи. И количество палаток здесь на поляне должно поуменьшиться, а нас там должно прибавиться. Да не дождитесь. Ты сам же 5 минут назад говорил, смотри, на камеру говоришь, что не дождемся. Мне там говорил, что надо сворачивать свою богательную и туда к нам. Я думаю, что придет. На камеру все понятно, да, не дождемся. В общем, сейчас допиваем чай и идем вот туда вот внутрь. Там я тоже поснимаю. Сегодня будет ну такая специфическая ночь. Женя подготовил нам эти эмоции. Так, ну что, мы тут расположились. Здесь Тоша, Влад, здесь я, там ребята. В общем, так как храм когда-то был языческим, то мы сейчас попробуем поиграть на варгане здесь. Кто-то будет, Костя будет горловым пением. В общем, ну немножко, даже не знаю, как это правильно сказать. В общем, попробуем выразить свою благодарность этому месту. Свою интерпретацию благодарности этому месту. С хорошими пожеланиями вообще и с хорошими мыслями, что самое главное. В общем, все, все легли спать уже. Надо выключать свечки. Тоша еще там что-то обрабатывает, Влад уже во всю дрыхань. Там ребята тоже только уложились. В общем, ложимся спать. Желаю вам спокойной ночи. И в этот момент хочу вам сказать о главном. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и комментировать. Потому что это сподвигает нас на ночевке в подобных местах. Если бы не ваша активность, я был бы дома, как и вы. Сидел бы на диване и никуда бы не ходил бы. Смотрел бы видео других ребят. Но вы мотивируете меня, а я надеюсь, я мотивирую вас. Все, всех обнял. С вами был Богдан Булычев. До скорых встреч. До завтра, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok